Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Знаете, в чем проблема всех систем умного дома? Пользователи очень хотят попробовать такие штуки у себя, но просто боятся не справиться с настройками и не понимают реальные сценарии использования подобных систем. Звучит вроде бы все здорово. Наблюдение через интернет со смартфона, различные сценарии срабатывания на различные события, датчики, свет, розетки, управление бытовыми приборами и все такое. Вот сделал бы мне кто-нибудь такую штуку, настроил, показал, как это работает и обязательно тогда куплю и начну пользоваться. Что ж, давайте разберемся, так ли все страшно на самом деле на примере гаджетов от Rubitec. Компания, которая с момента своего основания занимается только системами умного дома и так называемым интернетом вещей. Для тех, кто увлекается техникой и смотрит наш канал, что это такое, думаю, объяснять не нужно. Ну а для случайного зрителя поясню, что интернетом вещей в современном мире называется взаимодействие различных электронных гаджетов между собой по определенным сценариям и событиям без участия человека. Другими словами, умные вещи общаются между собой через интернет без вмешательства пользователя, которому нужно лишь один раз все это настроить, прописать определенный сценарий и объяснить, чего он от них хочет. И вот тут мы подходим к тому, с чего начали. Среднестатистический пользователь очень хотел бы наблюдать за своим домом дистанционно через интернет, получать уведомления на смартфон о различных событиях, управлять светом и другими электронными приборами, но просто не знают, с чего начать, куда бежать и где получить для этого достаточное количество информации. Видимо, в Rubitec о таких потребительских страхах и фобиях знают не понаслышке, поскольку в ассортименте компании преобладают не только отдельные умные устройства из серии «Собери сам», а готовые комплекты, нацеленные на определенные сценарии применения. К примеру, видеоконтроль и безопасность. Ну, фактически готовый охранный комплекс, который позволяет управлять своим домом на расстоянии и контролировать ситуацию со смартфоном. Комплект поставляется в белой коробке, содержащей по факту три, но по сути четыре устройства. Это поворотная Wi-Fi-камера, беспроводной датчик открытия и датчик протечки воды. Четвертым же устройством является встроенный в саму камеру датчик движения, который фактически умеет определять движение в кадре и сразу же отправлять фотографию в виде уведомления на смартфон. Для того, чтобы было понятно, кто за что отвечает, даже для самого неискушенного пользователя на коробке нарисовано, что камера выступает в виде некого головного устройства, а сами датчики подключаются уже к ней. Причем таких датчиков на самом деле может быть гораздо больше. В конце концов, ведь мы можем хотеть знать об открытии множества дверей и окон, информация о которых должна поступать к нам на смартфон, приложение Rubitec. Все эти датчики работают не через Bluetooth, либо Wi-Fi, а на специальной радиочастоте в 433 МГц. Так вот, к одному головному устройству, в качестве которого может выступать, ну, например, вот такая вот камера, можно подключить их до 64 штук. Если верить инструкции, настройка системы занимает не более 15 минут. И, по сути, сводится к настройке бесплатного приложения Rubitec, которое нужно скачать на свой смартфон. После установки нужно запустить приложение и зарегистрироваться в системе путем привязки своего мобильного номера. Ну, а дальше добавить первое устройство, например, вот такую вот камеру. Причем подключаться она может либо по беспроводной сети Wi-Fi, либо через проводное соединение RG45. Делается это один раз, при первоначальной настройке. Вы указываете название домашней сети и пароль, а затем сообщаете программе, к какой именно камере следует подключиться. Ведь и самих камер, управляемых через приложение, может быть много. В процессе подключения программа попросит задать пароль как на вход в само приложение, так и на подключение к камере. Это делается в целях безопасности, поскольку камера становится доступна для управления через интернет и из любой точки мира. Теперь наша камера доступна для контроля и управления со смартфона откуда угодно. В главном окне мы видим картинку с камеры, текущий режим работы, дату и время, а также количество подключенных пользователей в данный момент. Дело в том, что разрешить наблюдение можно нескольким лицам с помощью системы так называемых приглашений, постоянных, ограниченных по времени или одноразово. Программа формирует специальный QR-код, который считывается приложением Rubitec камерой другого смартфона или планшета. Таким образом, за охраняемым объектом может наблюдать не только сам пользователь, но и круг доверенных лиц. Ну, а количество таких одновременно наблюдающих как раз показывается на этой картине. Классно то, что камера эта поворотная и может регулироваться прямо с экрана смартфона в двух плоскостях. Мы просто делаем свайпы вправо либо влево, вверх либо вниз, и камера, соответственно, поворачивается вслед за нашими движениями. А за счет того, что вокруг объектива расположены восемь инфракрасных светодиодов, картинка в HD-качестве доступна нам днем и ночью. В меню приложения можно отключить либо включить звук из охраняемого помещения, включить запись видео, либо сделать фото, а также включить режим охраны, о котором я расскажу чуть позже. А еще тут есть большая круглая кнопка с изображением микрофона, и если на нее нажать и что-то сказать своему мобильному гаджету, то все это передается через динамик, расположенный на камере. Раз, два, три! С учетом того, что камера постоянно слушает окружающее ее пространство, получается довольно классный вариант такого своеобразного видеодомофона и возможность пообщаться с человеком, который находится перед камерой. При этом вы будете его и слышать, и видеть, а он вас только слышит. И, кстати, раз уж мы говорим о камерах, в ассортименте Rubitec есть еще один очень интересный вариант. В этой камере практически тоже функционал, и датчик движения, и инфракрасное видение, и громкая двухсторонняя связь через мобильное приложение. Однако она не поворотная, зато стоит намного дешевле, и имеет интересную систему крепления на магнитной подставке, позволяющую крепить камеру к любой металлической поверхности под любыми углами. Куда записываются фото и видео? Ну, здесь у нас есть три варианта. Первый, и самый простой, это напрямую в смартфон. Ну, конечно, если у вас смартфон на Android. Нажали и сохранили. Однако это не очень удобно в режиме охраны, и когда приложение, например, не запущено. Второй вариант с помощью карточки microSD, которая устанавливается внутрь самой камеры. Здесь мы уже не привязаны к памяти смартфона, однако скачать фото и видео из камеры можно в любой момент через то же самое мобильное приложение. Третий же вариант, самый продвинутый, и позволяет сохранить фото и видео, даже если сама камера будет утеряна. Это облачное хранилище. Поскольку камера подключена к интернет, можно настроить передачу данных в облако через сервисы Яндекса либо Google. Правда, для этого понадобится еще один связующий гаджет. Центр управления Rubitec, который может объединять информацию с разных камер. Теперь о датчиках из комплекта, которые можно подключить напрямую к камере. Как я уже говорил, здесь используется специальный радиоканал на частоте 433 МГц. Он обладает большей проникающей способностью через стены и работает на большей дальности по сравнению с тем же самым Bluetooth либо Wi-Fi. Плюс к этому, система обладает достаточно низким энергопотреблением, и одной такой батарейки хватает сразу на несколько месяцев. А когда она будет садиться, датчик пришлет соответствующее уведомление на смартфон. У меня в руках датчик открытия RS3210, точнее, одна его часть. Вторая часть фактически представляет из себя магнит, который располагается на подвижной и неподвижной створке, например, двери либо окна. Как только происходит смыкание либо размыкание, соответствующий сигнал фиксируется и передается на смартфон. Датчик протечки RS3220 выглядит примерно так же, только здесь на проводке вынесена специальная контактная площадка, которая размещается, например, рядом с полом. Как только сюда попадает вода и замыкает пару контактов, соответствующее уведомление попадает на сам датчик и передается в приложение на смартфон. Так вот, оба этих датчика, как, впрочем, и любые другие, можно подключить напрямую к камере через специальное меню. Заходим в раздел «Датчики» и, да, кстати, здесь еще можно активировать встроенный датчик движения в саму камеру. Он называется «Основной датчик». Его можно включить, отрегулировать его чувствительность. Все добавленные датчики появляются в списке. Если нам нужно добавить новый, просто нажимаем на эту клавишу. Все. Фактически это означает, что система настроена, и теперь можно переходить в режим охраны. Для этого мы нажимаем вот на этот замочек, раздается звуковой сигнал, и камера начинает контролировать окружающее пространство и те датчики, которые подключены. Если мы, например, размыкаем дверь, то нам сразу же приходит уведомление «Моя крепость, камера такая-то, сработал датчик открытия». Нам остается только выбрать сценарий использования. Ну, к примеру, при появлении движения в кадре камера отправит фото на телефон и начнет запись. То же самое при срабатывании контактного датчика на двери либо окне. С датчиком протечки еще интереснее. Если здесь нет никаких управляющих устройств, то сама по себе информация о том, что тут появилась вода, цена сама по себе. Однако, если, например, сюда подключить умную розетку, то как только датчик зафиксирует воду, можно, например, автоматически включать насос откачки. Еще один готовый комплект от Rubitec назвали «Управление и безопасность», поскольку сценарии его использования немного другие. Он состоит из так называемого модуля управления, который получает информацию с датчиков и передает данные в мобильное приложение Rubitec. К такому модулю управления цепляются другие датчики. И в наборе их три. Уже знакомый нам контактный датчик, датчик контроля протечки и датчик дыма. Само собой, что комбинировать датчики между собой можно в произвольном порядке. Нужно лишь запомнить, какой куда настроен и за что отвечает. А подключать их можно либо вот к такому маленькому автономному модулю управления, либо вот к такой вот камере. Причем поддерживается подключение до 64 RF устройств. А вообще-то в этом комплекте самая интересная деталь как раз таки модуль управления, поскольку он выполнен в виде самой обыкновенной флешки с USB-разъемом на борту. Фактически, это функциональная копия уже рассмотренной нами камеры, только без самой камеры и датчика движения на борту. Тут есть лишь Wi-Fi-модуль для того, чтобы связаться с домашним роутером и выйти в интернет с одной стороны и возможность связаться с различными датчиками с другой. Формат флешки выбран не случайно. Дело в том, что этот гаджет может работать как автономно при подключении к любому USB-порту, либо простому сетевому адаптеру, а может подключаться напрямую к USB-порту нескольких моделей кондиционеров и конвекторов, делая самые обыкновенные бытовые приборы намного умнее. Здесь тоже становится возможным управлять такими гаджетами через мобильное приложение Rubitec и даже управлять голосом. Датчик дыма из этого комплекта, в принципе, может работать и автономно за счет того, что оснащается встроенной сиреной, которая при обнаружении дыма начинает очень пронзительно верещать. Ну и, соответственно, если вы подключите его к камере либо к модуле управления, информация о фиксировании этого самого дыма отправляется на смартфон. Ну а далее сценарий использования такого уведомления зависит уже от фантазии пользователя. Ну, например, просто узнать о том, что что-то происходит, включить камеру или, например, обесточить какие-то электроприборы. Одними же из главных фишек компании Rubitec, на мой взгляд, является очень наглядное и удобное приложение для смартфона, простая настройка самих устройств, а также то, что за вас уже фактически подумали, собрав тематические комплекты, как и где это можно использовать. А еще тут классный дизайн. Все приборы, датчики и гаджеты Rubitec белые, либо белые с черным, и выполнены из хорошего пластика. Они классно смотрятся практически в любом интерьере. Тогда почему же системы умного дома до сих пор не используются повсеместно? Ведь каждый из нас наверняка не отказался бы от таких вот возможностей. И дело здесь далеко не в цене. Например, стоимость вот такого вот комплекта не превышает цену обычного пылесоса или микроволновки. На мой взгляд, проблема именно в непонимании и человеческой лени. Что именно мы будем охранять, наблюдать, включать, либо контролировать. А умные комплекты Rubitec как раз-таки расставляют все это по полочкам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова